Общаясь со своими зрителями онлайн и офлайн во время экскурсий, лекций, поездок в Париж или вот в Берлин, который намечается, я выясняю, что довольно большая часть их принадлежит к сфере IT или к тем сферам, которые находятся около нее. И поскольку я сам отдал 8 лет интернет-агентству, руководя отделом СММ, то, в общем-то, любые новости из этой области мне не чужды. И одна из вещей, которая меня удивила в последнее время, это школа 21. Школа для тех, кто хочет научиться программированию и которую замутил Сбербанк. Я сначала подумал, что это какой-то развод, но пообщавшись с теми, кто там уже учится, я понял, что нет, это объективная реальность. Более того, плевать, сколько вам лет, аристократ вы или пролетарий, потому что график учебы вы выбираете самостоятельно. Школа функционирует круглосуточно и 7 дней в неделю. И самое главное, в общем-то, безразлично, какой у вас уровень подготовки, потому что экзамены, это не экзамены в чистом виде, это две онлайн-игры. То есть вы совершенно бесплатно можете освоить одну из востребованных профессий нашего времени. Правда, остальное уже зависит от вас, потому что школа это учеба, а не избивание баклуш. Как будет осуществляться процесс поступления? Сначала вы заполняете заявку, которую вы найдете на сайте, а сайт вы найдете вот там в описании под видео. Затем вы проходите две онлайн-игры на память и логику. Затем вы проходите интервью, а потом вы 4 недели плаваете в бассейне, правда, без шапочки и плавок. Бассейн это 4 недели тестового обучения, во время которого выясняется, насколько вам вообще в принципе интересно программирование. Если вы не идете камнем на дно, то наше поздравление, вы в команде. И, кстати, во время учебы вас ждут стажировки у лучших работодателей. Если вы живете в столице, то заявку нужно заполнить до 2 декабря. То же самое, кстати, касается жителей Казани, причем там вас ждет еще и общежитие. Так что дерзайте, потому что даже интернетный код может нынче писать коды. А дальше вас ждет интервью с богиней, и это не фигура речи, потому что даже в IT должна быть своя Афина. IT-индустрия, высшее образование, порно. Что? А, нет. Ничего не было. Ничего не было. Ну, не в том аспекте, в котором хотелось бы, конечно, а совсем в другом. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Это все фантазия. Да, это все фантазия. И даже профессиональная работа на шестей. Все это увязывается в одной уникальной личности, с которой мы сегодня беседуем, в столице нашей Родины. Как ее зовут, сударыня? Евгения Коновалова. Евгения Коновалова. Ну, вы видите по внешнему виду Евгения Коноваловой, что она... Занимается спортом. Занимается спортом, мягко говоря, выделяется из среды себе подобных. Значит, во-первых, расскажи, пожалуйста, какая правная точка, откуда было лучше начать рассказ для зрителей, которые смотрят на тебя и думают, вау. Давай самого серьезного приключения в моей жизни. Это моя кандидатская диссертация. Вот видите, кандидатская диссертация. Да. Чему она была посвящена? Да, кандидатская диссертация была посвящена биохимии. Я закончила МГУ, факультет биохимии, физиологии человека и животных. И потом продолжала учиться в МГУ и еще работала в научном центре неврологии. Вот. Собственно, там были больные паркинсоники, и мы делали из клеток кожи, прям, могу даже показать, на запястье, брали такой маленький кусочек, делали из них фибробласты, короче, высаживали. После этого трансформировали их вирусами и потом превращали в нейроны. Собственно, решали проблему паркинсоников, у которых гибнут нейроны дофаминергические, черные субстанции мозга. А вот этот, извините меня, шрамик, это что, ты сама себе что-то всаживала? Я себе не всаживала, я взяла образец своей кожи, как контроль, здоровый донор, и сравнивала их с пациентами. То есть ты у нас абсолютно здоровый донор? Абсолютно. Ну, господа мужчины, если вы хотите найти себя абсолютно здорового члена ячейки общества, то вот, пожалуйста, для вас яркий образчик. Сколько это продолжалось, то есть закончилось ли это или нет? Очень долго длилось, это, условно говоря, 13 лет я была в науке. Ты была в науке 13 лет? Да, я путешествовала по всему миру, делала разные доклады на научных конференциях, и я там уже, на самом деле, выглядела не очень стандартно, потому что ученые, ну, они обычно такие, ты представляешь, да, там, в очках. Я, кстати, тоже нашла очки, но я читаю в очках. Слушай, мне кажется, тебе в очки пошли. Да, это, кстати, прикольно, мне идет. Я всегда пользуюсь красной помадой, и это как бы тоже уже, ну, вызывало какую-то реакцию людей. То есть ты приезжаешь на научную конференцию, там, и люди думают, сейчас она, наверное, будет раздавать проспекты, как бы, а тут она в вас выходит и что-то даже вещает. Да, да, это так. Что случилось на исходе 13 лет? В общем, в какой-то момент я поняла, что я суперэффективный менеджер, и я делала свою диссертацию и грант на 6 миллионов рублей. Одновременно была в один день в четырех лабораториях Москвы, и понимала, что с этим нужно что-то делать, потому что за год я могла сделать только три эксперимента. Соответственно, в Каролинке, да, в Швеции в этот момент делаю 33 за год, и, понимаешь, да, статистика просто, ну, несопоставимая. И с таким количеством экспериментов в год, как у нас, мы не сможем никогда лечить людей, и все мои, как бы, труды, они, в принципе, шли только в написании статей, не больше. Ну, то есть ничего не менялось. Работа в стол, по факту. Да, по факту это так. Вот, кроме того, как мы уже с тобой поговорили, да, обсудили, я занималась танцами. Я училась у самых крутых хореографов в мире. То есть я знаю хореографов Леди Гаги, Бейонсе, Мадонны. Я у них у всех брала уроки по всему миру. Это было в Японии, в Италии, в Чехии, короче, в Америке. Да, да, да. И, как бы, это было все очень интересно. В какой-то момент я начала преподавать сама танцы в школе, вот. А потом поняла, что могу еще сама заниматься тем, что танцевать в разных клубах, вот. И в какой-то момент все это переросло в мой собственный бизнес, в котором я уже не танцую в клубах. Я просто приглашала туда разных танцоров, танцевальные коллективы, в том числе стриптизеров, вот. То есть ты умеешь делать на шесте вот так, вот? Да. Нет, кстати, на шпагате я не сижу. Я очень долго пробую. А что мы снимаем вообще? Так, сворачивай, пошли отсюда. Все, ладно, да. Она, оказывается, не умеет делать вот так вот. Да, да. Ну ладно, хорошо, мы простим этот пропол. Окей. За 13 лет работы в науке мы простим тебе этот пропол. Спасибо, великодушно. Да, да, мы такие. Да, вот, собственно, как бы мой бизнес заключался в том, что это был букинг артистов уже. Я могла сидеть дома и получать деньги просто за то, что они танцевали в клубах. Ну, а также я организовала кастинги. То есть любой клуб мог заказать мне там шоу, и приходило, условно говоря, там 20 разных танцоров, и из них выбирали одного на ближайший вечер. Вот. И это как бы был мой первый бизнес. Это же прекрасно, ты сидишь фактически там, менеджеришь, и ничего не надо делать. Да, и еще наблюдаешь красивых девушек, красивых костюмах, и, в общем, которые вкладывают в спорт свое здоровье, и так далее. Ну, красивые мальчики-то что же, наверное, были? Мальчики просидели вот так и смотрели. Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, а здесь тогда, в какой момент наступил час из, когда ты поняла, что это что-то надо двигать дальше? Поняла, смотри, по сути, я делала кастинг, это то же самое, чем я еще занимаюсь в бизнесе, я делаю хакатон. То есть я приглашаю кучу разработчиков. Извини, пожалуйста, на самом деле не все в сфере этой, и поэтому... Вы что, не знаете, что такое хакатон? Ну, некоторые не знают, что такое хакатон. Это же известный сорт масла австралийского. Его намазываешь на специальный хлеб, произведенный под Москвой, и получается суперский бутерброд. Да, если его переворачиваешь, он, например, паятный маслом, он не самый особенный. Да, да, и в этом инновационность этого продукта. И хакатон – это сейчас главный тренд Москвы. Все ходят с этими бутербродами, подкидывают их, и мы это прекрасно знаем. А чего тут? Да, тут должно появиться. Ну, ладно, все-таки надо в двух словах объяснить, что такое хакатон. Хакатон – это соревнование для программистов, которые приходят в пятницу вечером и в 48 часов сидят на площадке, ходят, не спят, едят пиццу, пьют кока-колу, и в воскресенье вечером презентуют свои прототипы. То есть сайты, мобильные приложения и какой-то кликабельный код. Кликабельный код – это, на самом деле, начинка для этого бутерброда, но об этом мы уже не будем касаться, потому что, к сожалению, не во всех точках общепита он доступен. Солененькая такая. Солененькая, да, очень вкусненькая. Хорошо. Значит, ты устраиваешь хакатоны. То есть это, в принципе, как бы все то же самое, только IT-индустрия. Да, все то же самое, что для бау-гоушиц, только теперь для разработчиков. Понятно. Сейчас мы притормозим здесь, чтобы наш оператор под Мерседес не попал. То есть ты начала устраивать хакатоны, как тебя тоже судьбинушка-то кидает, да? На самом деле идея была очень прозрачная. Есть ученые, у них нет денег. Я решила пригласить предпринимателей к ученым, чтобы они вместе посидели, что-то сделали и получили деньги и работу и классные проекты. Ну, благо у тебя есть еще УТП в виде твоей внешности, когда ты можешь прийти к предпринимателям и сказать, ну, знаете, тут есть ученые без денег, они говорят. Ну, то есть если бы пришел я, они сказали бы, ну, передай привет ученым. Ну, пришла ты, и они как-то же... Они бы сказали, позови Жене. Да, позови вот этого, который умеет нас уговаривать. Да. Хорошо. То есть ты устраиваешь хакатоны, и это во что вылилось или выливается? Да, это, в общем, такая история, что я перешла в индустрию технологий, да, индустрию искусственного интеллекта. Вот. Это индустрия, которая очень сильно развивается, она проникает в абсолютно все истории, связанные там с финтехом, здравоохранением, страхованием и так далее. То есть она пересекает все вертикали, вот, и на пересечении этих вертикалей создается огромное количество продуктов с применением искусственного интеллекта. Девочка, мы не для этого работаем. А, вот когда бутерброд сейчас упал на эту ладошку маленькую. Да. Да. Ладно, нарисуем. Да. То есть, да, искусственный интеллект, как раз вот у нас мы были в Mail.ru, вот с Вовой разговаривали, он там своими наукообразными терминами нам объяснял, как бы, что это такое. Ну, у меня, как бы, тупо на столе.ру, так, в общем-то, это осталось немножечко, не совсем понятно, но что-то я уяснил. Хорошо, искусственный интеллект и... Да, вот. Есть много проектов в России, в том числе, в странах СНГ, о которых не все знают. То есть, есть инвесторы, есть фонды, которые инвестируют, ну, достаточно известные какие-то продукты, но мне показалось, что есть еще команды, которые чуть-чуть раньше, чем, как бы, стадия, чтобы пойти просить финансирование, и о них хорошо было бы знать. Вообще-то, это огромный рынок, особенно в нашей стране. И как раз эти команды приходили на мои хакатоны. Что я сделала? Я придумала, что я хочу, чтобы о них знали, и я их интервьюировала. Вот. Для этого, на самом деле, я теперь хочу рассказать про историю с Афиной Айленда. Конечно, конечно. Прямо читается в мои глаза. Да, в какой-то момент я просто проснулась с утра и поняла, что есть Ники Минаж, есть Леди Гага, есть, там, Ким Кардашьян. Это женщины, которые, условно говоря, уже в прошлом веке, да, они вкладывали, там, не знаю, в огромные буфера, там, не знаю, в какие-то невероятные стрелки на глазах и так далее. Сейчас эпоха диджитал. И прикольно было бы делать каких-то диджитал персонажей, да, то есть есть, там, Яндекс Алиса помощник голосовой, есть Сири в телефоне и так далее, их никто не видит. Прикольно было бы сделать какого-то диджитал персонажа, оцифровать его, и он мог бы появляться, там, в нарисованном виде, в дополненной реальности или, там, в виртуальной реальности. В чьих-то сексуальных фантазиях. В чьих-то сексуальных фантазиях или в порно, да. Это там, где очень близко люди общаются, да, это называется? Да, да, да. Кроме того, я делаю сама свои конференции по искусственному интеллекту. И было бы здорово, если, например, ведущий будет не человек, а диджитал персонаж, и ты берешь телефон, наводишь на экран, на сцену, и видишь, что в дополненной реальности там рисуются изображения и голос. Персонажи по имени Афина Айланд. Аббревиатура AI, да, соответственно, Artificial Intelligence, искусственный интеллект. Вот с этого все пошло. Вот, дальше я работала со стилистами, которые мне сказали, каким образом там должны быть уложены волосы, какой должен быть мейкап. Я наняла дизайнера, который придумала, какая должна быть одежда у моей героини, из каких тканей, каких цветов и прочее, прочее, прочее. Ну, а также поработала с агентством, которое будет продвигать контент, который я готовлю на двух площадках. Это YouTube и Instagram. Вот. И мы действительно прям находим очень интересные истории. Мне самой даже интересно их читать. И, в общем, спикеров я нахожу сама, интервьюирую их точно так же, как ты. И они рассказывают свои истории. Каждый раз я пытаюсь раскрыть их образ еще и не только с точки зрения бизнеса, да, и продукта, который полезен бизнесу или обычным людям, но и с точки зрения человека, с какими проблемами он встречается в бизнесе, да. Я разговаривала с девушкой, которая живет в Лондоне, и у нее были сложности с тем, чтобы привлечь инвестиции. Потому что, как бы, есть история сексизма, да, и почему-то, вот, там, мужчинам больше денег дает, чем женщинам в Англии. Да, до сих пор? Да, или, например... Скажи, пожалуйста, а вот то, что рассказывал человек, который рассказал мне про тебя, вот, там была еще одна составляющая, там мелькало такое соусочетание порно-хаб и прочее, прочее. Об этом мы можем говорить? А, это не порно-хаб. Ну, я имею в виду, что это как раз не порно-хаб, но это не менее. Да, смотри, там такая история. А, поскольку у меня бизнес, как бы, в организациях акатонов, да, то есть соревнованиях программистов, у меня очень много разработчиков в комьюнити. То есть, порядка 7 тысяч человек прошли через мои мероприятия. Мы их уже оценили по, там, нашей бальной системе. И корпорации видят в нас тех людей, которые могут закрывать вакансии. В любой компании, у которой есть веб-сайт, всем нужны разработчики. И есть люди, которым нужны самые лучшие разработчики. И я нашла американского клиента, продаваемую историю о том, что ему нужно открыть R&D-офис в России. Потому что у меня есть такая какая-то внутренняя потребность в том, чтобы не вывозить мозги за границу, а давать им здесь классную работу, высокооплачиваемую, для того, чтобы они сидели и подзывали, и там, наслаждались жизнью. Во, еще кошечки, я встретил вас, и все голое. Да, короче, этот клиент, он номер один предприниматель в порноиндустрии. У него есть несколько сайтов, например, hot.com или adultsearch.com, и это гугл в adult-индустрии. Ну, то есть там абсолютно все. Там эскорты, аптеки, там, короче, видео в том числе, стрип-клубы, вот это все. Вот, и я открыла офис, сняла, арендовала помещение, сделала ремонт, купила туда мебель, наняла туда CTO, наняла разработчиков, наняла несколько аутсосных команд, с которыми я как раз познакомилась на Хакатоне, и, собственно, как бы вот основала R&D-отдел здесь, в России, в Москве, в центре для него. Вот, сейчас мы говорим о том, что те офисы, которые у него были в других странах мира, которые неэффективны и дорогие, и он просто закрывает и переводит все свое производство сюда. Божечки, кошечки, наконец-то мы станем столицей порноиндустрии, хотя бы в IT-сфере. Это не может не радовать. Да. Ну, на самом деле, можете посмотреть выпуск в моем перес-блоге про порнографию, он вызвал очень живейший отклик. Я там, правда, говорю несколько про другие вещи. Хорошо. Такого-то интересно? Ну, я говорил о том, что, в принципе, это интересно, как правило, судя по комментариям, только мне и тем, кто там снимается, потому что больше же никто порнографию не смотрит. Конечно. Все в основном читают Толстого. Да, мы просто смотрим вот так, как думаем. Да, думаем, боже, где, где, где драматургия, где, почему такая актерская игра, почему она так наигранная, это все делает. Да, 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 почему без удовольствия вообще. Вот мы начали от памятника Станиславского, но не могла бы она хотя бы с этой техникой познакомиться. Да, да, да. Безусловно. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот, ну, возникает логичный вопрос. Ты вот вся такая розетка, да, и там, и драм-куржок-куржок и фото, и еще и пить охота. Сейчас ты приходишь к моему больному вопросу. Изи, изи, изи. Оу, еа, бэйби, you got me. Да, на самом деле, ну, просто я знаю тоже массу историй очень красивых, успешных девушек, у которых при этом, ну, вот, есть определенные сложности, там, в личной жизни, и вот, вот, мужчина. Ах, мои сложности. Да, да. Я не знаю, есть ли у тебя они, я ж не в курсе, поэтому я спрашиваю, как у тебя складывается взаимоотношения с противоположным полом вообще? У тебя же были, наверняка, какие-то стадии там определенные, да, и, ну, вот это все. А, надо сказать, что я была замужем два года, это было давно, это была моя первая любовь, и это были десятилетние отношения, вот, но, поскольку это был, как бы, мой первый опыт, Надо пояснить для особо одаренных, что, скорее всего, 10 лет, а потом мы два года еще жили в браке. Вот, да. Ну, потому что некоторые могут написать 2, 10, одна, что еще пять не умеет. Да, 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 нет, на самом деле мы 6 лет, мы два года дружили, потом мы 6 лет встречались, потом мы поженились, мы два года жили в браке, да, все было так. Вот, собственно, потом я как раз начала развиваться очень сильно в науке, у меня появился мой бизнес, мне очень захотелось путешествовать, посмотреть мир, вот. Я, кажется, уже предугадываю финал этой истории. В общем, как бы, мы поняли, что мой вектор развития идет вверх, а его идет, пум-пум-пум-пум, вот так, плавно вниз. Вот, ну, я на самом деле, вот, как бы, полтора года поддерживала его, ну, в какой-то момент понимала, что просто человеку это не нужно, вот. Ну, и мы, как бы, красиво расстались. Вот, а дальше я понимаю, что мы живем в достаточно патриархальном мире, и для девушек, таких, как я, с разными интересами, ну, действительно сложно найти мужчину, который смог бы поддержать меня во всех, да, направлениях моего развития, особенно в бизнесе. Особенно, если ты, например, встречаешься с парнем, который работает на зарплату, да, то, ну, как бы, ему сложно понять, что тебе, например, нужно работать, там, с утра, 6 утра, там, до 12 ночи, там, несколько недель подряд, а потом ты хочешь уехать в отпуск, да, на 2 недели, выключить телефон и никого не слышать. Ну, то есть, это сложно, вот. Ну, и в целом, ну, на самом деле, основа отношений – это же любовь. Че, серьезно? Серьезно. Вот это поворот! Вот это да! Ты разве не знаешь этого? Не, ну, мне рассказывали до определенных моментов в жизни, я даже в это верил. Да, ну, со мной периодически, да, это случается. Я мальчик, у которого 43 годика, и мне приходится… Ты никогда не влюблялся? Я влюблялся too much, поэтому… Ну, вот, видишь, я, на самом деле, влюбляюсь в целом где-то раз в год. Ну, вот. Может быть, среди вас есть тот, который будет в следующем году по статистике. Да, мистер 2019, да? Ну, 2019, ну, учтите, у вас лимитированный, на самом деле, объем времени, год. Нет, я очень надеюсь, что мне повезет, раз и навсегда. Я действительно встречу человека, в который я влюблюсь. А вот каким он должен быть? Ну, нет, должен быть это нереально, сказать про… Понимаешь, в чем дело? …вне такие системные вещи, которые… Вот, в этом самая большая ошибка, потому что все думают списком. Вот какой-то… Или критериями какими-то там, да? Глаза, там, белые волосы, высокий рост, там, ну, это, как бы, это не то. То есть в тот момент, когда ты выходишь из этого списка, ты начинаешь видеть не людей, там, оцифровываешь, так, с головы на ног, так, этот подходит под мой шаблон, тут нет. Вот в этот момент ты готов встретить свою половинку. Вот. И я понимаю, что я хочу встретить человека, который, на самом деле, будет мне принимать просто такую, какая есть. А я очень действительно работаю над собой и понимаю, что, ну, да, там, я, может быть, где-то неидеальная, может быть, я… Борщ варишь? Борщ я не умею варить, да, например. Или, например… А что ты сразу-то не сказала? Так не делать, борщ не варят. А в чем вообще у нас оберзговор? Ну, слушай, у тебя очень простые критерии. Мне кажется, тебе женщин подобрать идеально, просто просто. А, нет, детка, я очень… Вот так делаешь, борщ варишь? Нет, на самом деле, там… Давайте вверх не звукастенник. Между борщами и вот этим там есть один такой небольшой промежуток. Который, вот, заставляет самую главную сложность. Вот-вот. Особенно, чем старше ты становишься. Это когда ты молодой, тебе хочется семенять все вокруг. А потом начинается… Работать над качеством, да? Да, потом я же там же тоже много работаю, мотаюсь. И, как бы, это крайне сложно, на самом деле. Да. Ну, кажется, это хорошая идея, мне понравилась. Да, на самом деле можно… Ты знаешь, я помню, что один раз на одном из моих хакатонов организаторы пришли и начали обсуждать, что это там между собой, чисто по-мужски. Я сидела рядом и слышала, что они обсуждают. Вот смотри, ты тратишь время на то, чтобы, например, устроиться на работу, да? Или на то, чтобы построить свой бизнес. Почему ты не можешь рассмотреть отношения, как тоже некий, как бы, процесс, в котором у тебя есть стадии, есть гипотезы, ты их проверяешь и так далее. Это тенденция современного мира, футация. Вот. Но это, если мы говорим про любовь, ты же понимаешь, что это все-то бред. Я понимаю. Но если ты, как бы, вообще не тянешь никакой лотерейный билет, то где твои шансы? Если так, то да. Тут вот и начинаются вот эти критерии выбора. И, ну, то есть, как бы ты, например, хочешь детей, потом у тебя они появляются, проходит какое-то время, и ты вдруг понимаешь, что ты становишься философом, дзен-буддистом, пофигистом. Потому что, ну, есть масса, как бы, нюансов, о которых ты не предполагал, пока ты не пожил в браке 15 лет, например, да? То есть, к сожалению. Но это мы уже переходим на такую стадию более философскую. Но я просто, вот как раз в том выпуске про Парнуху говорил, что это нередкая ситуация, когда красиво успешные девушки сталкиваются с проблемами личной жизни. И еще нередкая ситуация, когда им достаются мудаки. О, это да. То есть, вот, я не знаю, в чем этот парадокс, вот как это происходит. Ну, есть выплаты за то, что мужчины боятся сильных женщин. Да, это правда. Вот. И больше всего надо доминировать, как бы, а так он будет комплексовать, а мужчины же они очень закомплексованы. Вот. А есть еще мужчины, выращенные матерями, да? То есть, в тех семьях, где родители развелись. Соответственно, они ищут, наоборот, как раз сильных женщин, которая их защитит, которая, там, будет завалить их подарками, которая, там, будет терпеть их, в общем, как бы, капризы и прочее, прочее. Вот. Ну, и, собственно, как бы, поэтому такая вся история происходит. Но, на самом деле, я не называю вот то, что у меня в жизни происходит проблемой. Мне кажется, просто я… Не, ну да, условно. Да. То есть, я, как бы, сейчас понимаю, что я себя поднимаю на определенный уровень, в котором я буду готова, да, там, уже, например, к семье, к детям и, ну, как бы, ну, к таким отношениям долгосрочным, на всю жизнь. Ну, что ж, дорогие друзья, вот видите, какая прекрасная женщина. Патриотка, кстати. Да? Куда бы мог подумать. Обращайтесь, всевозможным образом популяризируйте все то, что она делает, потому что это крайне важно. Мы дадим все ссылки, которые находятся вот здесь. И в конце вас ждет еще личное объявление от меня, которое я запишу отдельно. Если у вас есть, что спросить, если у вас есть, что написать Афине, то я оставлю вот там ссылки на все ее аккаунты. Обращайтесь. Ну, а для вас я хочу напомнить, что у меня проходят экскурсии в Петербурге и Москве. Идет набор экскурсионных групп в Берлин и в Париж на конец октября, ноября и конец января. Также 4 октября для жителей Нижнего Новгорода я прочитаю лекцию, посвященную Бетанкору. Ссылки на все, включая школу Сбербанка, находятся вот там внизу. Ну, а тебе что? Тебе спасибо, всяческих успехов. Мы прямо такой, смотри, цикл у нас произошел. Мы отеля начали и здесь закончили. Да, и кстати, я здесь в этом сезоне еще проведу экскурсию по Камергерскому переулку. Тоже следите за моими анонсами. Оставляйте комментарии вот там, вопросы. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Спасибо. Спасибо.